А здесь у нас участок сада со зраковыми. Я уже показывал, тут у нас растет мискантус, вот, и наверху, и вот внизу у нас растет пеницетум. Тут два пеницетума, восточный и лесохвостный. Ну, еще ниже Гоиц, но тут уже не зраковые. Где-то неделю назад раскрылся, начал раскрываться наш вот любимый как же он называется, забыл. Китайский, по-моему, лесохвоистый, я не помню. Вот, мискантус. Ну вот, такое интересное растение. Мискантус достаточно высокий. А вот, что касается пеницетума в том, гораздо более низкая. Такая почка трутносых, поставлено, по-моему, как минимум два. Вот это, по-моему, восточный. Он открывается гораздо раньше. А вот тут, если посмотреться, открывается лесохвостный. Вот так вот интересно он открывается. Напоминаю, что сзади этот наш декоративный персик растет с красными листьями, а совсем сзади. Это то, что остается от нашего замечательного фуомиса. Ну, как видите, он полностью уже высох. Вот. Ну, нижние листья остались, они будут так стоять до весны, если, конечно, не сломаются от снега. Да. Вот такая-то интересный кусочек сада. Эхпаториумы, злаки, пломис, ну и кедр. Еще один пеницетум лесохвостный. Он тоже только начинает цвести. Но вообще пеницетумы цветут раньше. У нас они задерживаются, видимо, с тем, что это место не совсем full sun. Вот. А так вообще они уже недели две, как везде в городе цветут. Я тут пытаюсь комбинировать пеницетумы с этими рыбаками. Мне и те, и те нравится. Еще раз общий вид на этот кусочек сада. Всего хорошего.